привет всем с вами канал animation river и сегодня речь пойдет о старт фрейм тв пайнт 11 версии мы подробно разберем как пользоваться этой кнопкой в таймлайне базовом инструменте этого пайнта и вот что у нас есть заготовки смотрите это меню кнопки старт фрейм 0 1 и кастом этим подробнее 0 это предустановка которая обозначает что наша анимация которым будем рисовать таймлайне она будет начинаться с нулевого кадра и все последующие документы то есть сам файл будет определяться как с нулевого кадра то есть прописанным там будет ноль вторая настройка это с первого кадра и также вся документация она будет определяться что этот файл анимации начинается с первого кадра и мы будем иметь там первый второй третий и таким образом те кто рисовал анимацию на бумаге понимает что так немного удобнее никакого никаких нулей никто никогда не писал в своих листах по таймингу и третья настройка это кастомная настройка то есть мы самостоятельно можем определить для себя в к с какого кадра по счету будет начинаться анимация например вот здесь я поставил седьмой кадр вот и мы видим что в таймлайне 1 1 1 1 кадр он 7 7 вот можем поставить любой другой то есть 33 кадра еще как-то изменить но суть одна что допустим чтобы в разных клипах в таймлайне в разделе project начинать каждый клип с другого номера кадра нам нужно будет выставить mark in mark out но об этом позже так вот здесь ситуация такая что если мы установим эту предустановку от с 33 кадра дата все клипы в storyboard и аниматике они будут начинаться тоже 33 кадра так что без маркин и этих вот стопорков нам не обойтись в клипах но по крайней мере если мы работаем только с одним клипом и делаем только одну сцену анимационную то нам вполне это может понадобиться вся документация также будет определяться как вот с 33 кадра ну а я с вами прощаюсь спасибо за уделенное время я надеюсь я помогу в дальнейшем разобраться в программе с вами был руслан еврагимов подписывайтесь пишите комментарии я буду очень рад пообщаться всего доброго